Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий, в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 26 июня по 2 июля. В начале выпуска астролог Енина Балашова расскажет интересные факты о знаке Зодиака Рак. Под покровительством именно этого созвездия пройдет данный период. Знак Зодиака Рак связан со стихией воды и указывает на эмоциональный характер людей, которые родились 21 июня по 22 июля, символ Краб. Представители этого знака чувствительны, искренне заботятся о других и часто беспокоятся по пустякам. Их отличительные черты – понятливость, ловкость, бережливость, скупость, любознательность и сострадание к нуждающимся. Эти люди экспрессивные, романтичны, застенчивы. У них богатое воображение, которое позволяет внести изюминку в любую профессию. Их можно часто видеть на сцене. Также они интересуются астрологией, любят путешествовать и могут знать несколько языков. Окружают себя множеством родственников, любят жить близко к воде, предпочитают иметь мало детей или вообще их не иметь. Вы находитесь под значительным влиянием своих партнеров по браку и друзей. Они абсолютно счастливы, когда имеют все необходимое для жизни и могут следовать наклонности своего сердца или интуиции. С понедельника Овнам стоит проявить свою смелость и решительность. У вас будет много энергии, которую следует направить на достижение ваших целей. Будьте активными и инициативными, но внимательно планируйте свои расходы. В личных отношениях постарайтесь проявить больше терпения и понимания к партнеру. Будьте готовы к компромиссам и работе над отношениями. Звезды предупреждают тельцов. С 26 июня окружающие люди будут внимательно наблюдать за вашим поведением, поэтому следите за своей речью и не допускайте грубости в общении. Очень важно в этот период уделить время и внимание друзьям и коллегам по работе. От вашей коммуникабельности во многом, будут зависеть и успехи в карьере. Июль – фантастический месяц для близнецов. Середина лета – время вашего звездного часа. Вам настолько будет вести во всех сферах жизни, что порой начнет казаться, что это все происходит не с вами. Во-первых, вы будете очень нравиться людям, в вас буквально будут влюблены окружающие, а потому будут многое прощать. Во-вторых, у вас будет настолько четко работать интуиция, что впору покупать лотерейные билеты. На этой неделе ракам просто необходимы физические нагрузки и занятия спортом. Если раньше это не входило в ваш обычный график, то стоит его пересмотреть. С самого начала недели вам стоит проявить творческие способности. Вам предстоят возможности для расширения горизонтов и обретения новых знаний. В деловой сфере стоит быть предприимчивыми и стремиться к профессиональному росту. Девам-астрологи советуют обновить свой деловой гардероб. Новый костюм, туфли, а также аксессуары в будущем пригодятся для серьезной сделки. Вы, несомненно, произведете на новых деловых партнеров впечатление. Залог счастливой семейной жизни для весов на этой неделе – это прагматичное отношение к любой проблеме. Не будьте слишком эмоциональны. Для многих скорпионов наступает период, когда можно сменить род деятельности, рассмотреть возможности дополнительного заработка и принять непростое решение. Многие события в профессиональной сфере станут для вас судьбоносными, но только если вы сами этого захотите. На этой неделе стрельцы смогут обрести покровителя или обзавестись влиятельным другом. Будьте открыты знакомством, так как этот человек сможет найти решение той проблемы, которая давно вас беспокоит. В финансовой сфере вас ждет стабильность. Хотите приобрести новый автомобиль, расширить жилищные условия или начать новое обучение? Звезды советуют козерогам. Самое время рассмотреть предложения на рынке и начать действовать в данном направлении. Водолеям не стоит откладывать текущие дела на другой период. Принимайте решение и выходите из зоны комфорта, так вы значительно продвинетесь к реализации своей цели, а можете и достичь желаемого. Общение, поездки, встречи с новыми людьми – все это поможет встать на шаг ближе к своей мечте. Рыбам звезды советуют на этой неделе плыть по течению. Вот увидите, приплывете туда, куда нужно, пусть не так быстро, как хочется. И в выходные откажитесь от посещения развлекательных мероприятий и проведите субботу и воскресенье дома с близкими. Будущая неделя будет насыщенной и волнующей, с большим количеством возможностей для роста и развития. Будьте открытыми для новых возможностей, подготовьтесь к увлекательному путешествию по своему гороскопу. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч!